Догорающий остов и куча древесного угля. Это все, что осталось после ночного кошмара. Двухквартирный дом огонь буквально испепелил. Жильцам, которые, к счастью, успели выбежать из горящего здания, теперь остается только бродить по пепелищу в поисках уцелевших вещей. Правда, найти что-либо не удается. Все имущество уничтожено. Документы, скот на дворной постройке. К моменту прибытия пожарных огонь успел перекинуться и на следующий дом. Ночью дул сильный ветер. Что стало причиной этого происшествия, пока сказать сложно. Известно, что в сгоревшем доме взорвались газовые баллоны. А вот топят местные углем. Одна из версий – пожар мог начаться в кочегарке. Давай спасать. Тут-то уже все горело, все сгорело. Давай уже соседей спасать. Вытягивать все. Хоть что-нибудь маленечко, думаю, удалось что-нибудь вытащить. Ну, маленько удалось что-то спасти. Ну, а в хате все равно там все вот так все. Все попереломали, конечно. Шесть единиц техники, 25 человек личного состава. Бороться с огнем пришлось долгих пять часов. Ликвидировать пожар мешал сильный ветер, порывы которого достигали 17 метров в секунду. Пожар удалось локализовать, остановить в тех пределах и в тех размерах, которые были на момент прибытия подразделений. Площадь пожара составила более 400 квадратных метров. Сгорели надворные постройки в трех домовладениях. Установить точные причины ЧП еще только предстоит. Над этим работают дознаватели. Прошедшие сутки для канцких пожарных стали настоящим испытанием. Кроме возгорания в Шахтинском, спасателям пришлось ликвидировать огонь еще на четырех объектах в разных уголках района. Яна Макаринга, Евгения Шелковникова. По материалам телекомпании 5 канал Канск.